Добрый день! С вами Олеся Халецкая. И сегодня у нас тема нашего сегодняшнего разговора – это резистентность. Сегодня мы поговорим о такой важной теме, которая очень многих тревожит в последние десятилетия. Ну и, конечно же, начнем мы с того, что является самым важным в нашей жизни. Это, конечно же, наше здоровье. Перед тем, как начать, два слова о себе. Меня зовут Олеся Халецкая. Я являюсь руководителем оздоровительного центра в городе Львове. Наш центр входит в сеть центров инновационной медицины Smart Life. И мы занимаемся методами лечения, которые абсолютно не подразумевают никаких химических препаратов, действуют бесконтактно, абсолютно безопасно на наш организм. Это методы 21 века – частотно-резонансная терапия. А именно наши сети центров в своей работе используют приборы частотно-резонансной терапии Smart Life. И сегодня более детально мы будем говорить о резистентности и о том, как же и что можно сделать, чтобы быть всегда здоровым, красивым, не появлялись рецидивы при различных заболеваниях, сегодня больше бактериального характера, и как лечиться безопасно. Начнем с того, что является нашей концепцией основной, что является нашим пониманием, нашей сети центров инновационной медицины Smart Life, у нас есть своя концепция понимания, что такое здоровье. И в основе здоровья, как мы считаем, лежит иммунитет. Иммунитет – это умная система, поэтому и смарт. Соответственно, иммунитет обладает интеллектом, который непрерывно сканирует наш организм и находит патогены. Как снайперская винтовка, работает, нацелена точно на патоген и убивает только его, изолирует только его из нашего организма. Соответственно, в основе работы иммунитетом есть также память, которая способна запоминать патогены и как бы с ними потом, в следующий раз, когда встречается, борется значительно быстрее. Именно такое понимание концепции иммунитета, да, концепции, что в основе здоровья лежит иммунитет. И самая главная наша задача – это работать непосредственно с иммунитетом, помогать ему всегда самому решать свои проблемы. Итак, но иногда бывают такие случаи, когда нашему иммунитету нужна помощь. Какие это случаи? Когда патогены атакуют, и мы не можем, иммунитет не может быстро справляться с этим, да, по каким-то причинам. Соответственно, именно для того, чтобы помочь нашему иммунитету решать такие вопросы, и были созданы антибиотики, да, для того, чтобы ослабить патоген. Если мы посмотрим в Википедию, да, что такое антибиотики, то, соответственно, мы как раз можем прочитать, что это такие вещества, которые подавляют рост живых клеток, чаще всего прокаратических или простейших. да, соответственно, мы видим, что антибиотики – это вещества, которые подавляют, ослабляя патогены непосредственно, да, ну, можно там по-разному их называть. Соответственно, они могут быть по-разному названы, вот. Соответственно, мы, что мы имеем, да, что антибиотик создан для того, чтобы ослабить патоген. Но что происходит в реальности, да, антибиотик, когда попадает в наш организм, создает ядерный взрыв в нашем организме и затрагивает все, что там есть, да, как бы и хорошую микрофлору, и плохую микрофлору, а также создает дополнительную нагрузку на очистительные органы, на органы-фильтры. Соответственно, у нас уже можно увидеть в листе назначений также, что нужно выпить что-то, что поддерживает печень, что поддерживает почки и так далее, да. Соответственно, эти вещи говорят о том, что этот ядерный взрыв, который влияет на весь организм. Вот, но это еще не самое худшее. Самое худшее – это то, что ученые во все голоса на протяжении последнего времени говорят о том, что есть такое понятие, как резистентность. Именно благодаря этому понятию мы рискуем попасть в темную эру медицины до изобретения антибиотиков, да. Именно это и есть, как бы, та опасность, которая, ну, нависла над нами в 21 веке. И сегодня как раз об этом понятии, о резистентности мы будем говорить. Что такое резистентность? Это стойкость организма к микроорганизмам, к антибиотикам, к тем веществам, непосредственно которые их подавляют, да. Каким образом эта стойкость могла бы проявиться, да. Во-первых, они, бактерии, делают какие-то защитные мембраны, переходят другие формы, какие-то новые, скажем так, формы появляются, новые штаммы, да, и так далее. Соответственно, вот это все и дает им возможность защититься от антибиотиков, которые мы их подавляют. Вот. В 1929 году Флеминг впервые презентовал на Международной конференции пенициллин, да, то вещество, которое непосредственно подавляет патогенов. И с того времени они заняли достаточно такое серьезное место в нашей медицине, в нашей современной медицине, в медицине аллопатической, именно в лечении различных заболеваний. Но уже в 1965 году мы можем увидеть, что институты микробиологии в своей статистике показывают, что пенициллин уже практически полностью стал резистентным, стал устойчивым к, микроорганизмы уже практически стали устойчивы к этому антибиотику. Вот. Но в это время, конечно же, и другие группы антибиотиков постоянно продуцировались, это и тетрамицин, и другие. Вот. Соответственно, все они также имели свою длительность, ну, самым-самым долгим, самым-самым таким, наиболее, скажем так, длинным в использовании, был, конечно же, пенициллин. Более 20 лет он активно работал и помогал людям избавляться от различных заболеваний. Все, что было позже изобретено, имели уже намного меньше, скажем так, намного меньше свое действие, продолжительность действия, и вот те антибиотики, которые были изобретены в 2010 году, буквально уже через полтора года стали полностью резистентными. Ну, соответственно, вот, которые там в 70-х годах, еще 10 лет у них был, срок резистентности, скажем так, немного подольше. Ну, что мы видим? Что с 1989 года эффективность антибиотиков значительно падает, и падает она постоянно и по сегодняшний день. Как же это, почему, во-первых, это случается и как это проявляется? Сейчас мы об этом еще также поговорим. Почему это случается? Ну, во-первых, потому что они настолько заполонили наш мир, настолько вошли в нашу жизнь, что на сегодняшний день использование антибиотиков, ну, оно просто повсюду. Их используют в животноводстве, их используют для того, чтобы дезинфицировать воду, их используют в различных, также промышленных целях, да, уже не говоря о том, что люди сами себе их приписывают, да, по надобности и по ненадобности. Что-то заболело, вот есть какой-то хороший антибиотик, раз его закапали и так далее. И все это приводит к тому, что бактерии все больше и больше привыкают к их воздействию. Соответственно, чем больше они привыкают, тем меньше он работает, да. Что же получается? Что мы фактически сами своим таким небрежным использованием антибиотиков пришли к тому, что на самом деле сегодня есть достаточно серьезная проблема в микробиологии, какой же придумать новый антибиотик для того, чтобы дальше продолжать лечить людей, и чтобы еще он не стал буквально сразу резистентным, да. Поскольку мы можем не принимать антибиотики, но принимать их косвенно, да, например, вот покушать мясо. Соответственно, уже мы как бы немножечко антибиотика приняли из тех антибиотиков, которые давали курице, например, да. А, курицы у нас, они сейчас очень много кушают кормов непосредственно с антибиотиками. Для чего? Для того, чтобы курица меньше болела, соответственно, можно было ее лучше разводить, можно было лучше получать как бы больше мяса, больше яиц и так далее, ну, смотря для чего эту курицу выращивают. Вот, так что что-то съели, уже получили свою дозу антибиотика. Выпили бутылеванной воды, бутылированной, да, соответственно, уже тоже там могут быть микродозы антибиотика. Зачем он нужен? Для того, чтобы вода не поддавалась плесни, да, не плесневела, не загрязнялась как бы в этой бутылке. Вот, посмотрите, вот, вода в бутылке может стоять, ну, полгода, год ее срок годности, да. Если вы поставите просто у себя дома, там, в любой банке воду, да, просто ее поставите, да, буквально уже через неделю эта вода будет мутной и такой, что пить ее, ну, сами понимаете, никому не посоветуешь. Почему же в промышленных, как бы, оборотах такого не случается? Потому что есть микродоза какого-то вещества, которое не позволяет, которое является канцерогеном и не позволяет плесневеть, не позволяет этой воде становиться плохой, да, выходить из строя. Ну, и, конечно, то, что герметически она упакована, это тоже дает свое. Ну, и то, что непосредственно, скажем так, обработана сама бутылка или сама банка, соответственно, тоже, конечно, это тоже имеет значение, но не без антибиотика, вот. Не этим единым, скажем так. Вот, поэтому мы получаем эти антибиотики на самом деле со многих абсолютно разных источников, и если вы говорите, там, например, что я не пью антибиотики, только там в каких-то крайних случаях, ну, все равно, скорее всего, вы их где-то получаете. Вот, что касается того, как проявляется резистентность. Ведь на сегодняшний день мы не слышим от врачей, которые говорят, вы знаете, вы приходите там в больницу, они вам выписывают рецепт и говорят, вы знаете, но антибиотик может вам не помочь, потому что уже там очень серьезная резистентность, да. Почему? Потому что это проявляется таким образом. Сначала вам выписывают один антибиотик, потом второй, потом вы снова приходите с той же болезнью, с тем же рецидивом, вам выписывают третий, и меняют до тех пор, пока они понимают, что, ну, что-то не получается вылечить этим антибиотиком, нужно что-то другое, да. Ну, тогда еще могут сказать, вы знаете, это вирусная форма, да, потому что от вируса антибиотики не помогают. Но, как правило, жизнь показывает то, что на самом деле так и проявляется резистентность, непосредственно стойкость микроорганизмов к этому лечению. И можно очень долго рассказывать о том, как правильно, как по протоколу, не по протоколу, но мы приходим снова и снова к тому, что микроорганизмы больше к этому не поддаются воздействию, да. И, соответственно, на сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что есть такая возможность, что к 2050 году 10 миллионов людей умрут только от того, что им просто не помогли антибиотики. Что же тогда делать? И тогда, конечно же, на помощь приходит частотно-резонансная терапия, да. Вот прибор Smart Life, который имеет в своей часовной базе более 5000 различных программ, с помощью которого мы можем воздействовать на тех же патогенов. Это могут быть простейшие, это могут быть бактерии, это могут быть даже вирусы. Да, почему? Потому что он работает совершенно другим методом, без воздействия на непосредственно химическим образом, да, на нашу микрофлору организма и так далее, да, поэтому он еще и безопаснее намного. С помощью частот он попадает в резонанс с тем или иным патогеном и работает с большей интенсивностью, фактически разрывает его, да. Таким образом мы получаем точечное воздействие, как снайперская винтовка, я об этом сегодня говорила, так же, как иммунитет, да, и помогаем ослабить патоген, исправиться нашему иммунитету намного быстрее, да, непосредственно с помощью прибора Smart Life. Почему этот метод не поддается такому понятию, как резистентность? Потому что каждый микроорганизм имеет свою уникальную частоту, да, или набор частот. Ну, у нас есть наборы частотные, да, могут 20 частот быть на один какой-то патоген, например, там, стриптококк гемолитический, да, могут быть много, там, стапилококк золотистый, много разных частот. Соответственно, есть также разные программы, есть программы, разработанные разными институтами, также могут иметь различные частоты. Вот, соответственно, что мы имеем? Стриптококк, например, гемолитический, у него есть свой набор частотных характеристик, и он не может просто взять и поменять свои частотные характеристики, потому что это, ну, практически нереально, да, так же, как человек, у него так же есть свой набор частотных характеристик. Ведь отец квантовой физики Макс Планк еще в 80-х годах сказал, что в всем мире это всего лишь колебания и их воздействия. И частотно-резонансная терапия как раз воздействует таким образом, что попадает в резонанс с органами и клетками. Соответственно, мы имеем в конечном итоге очень такое правильное и точечное воздействие только на то, что нам нужно, да, не затрагивая при этом всего остального. Поэтому с помощью прибора можно решать свои заболевания различного генеза, да, есть 5000 различных программ на органы системы человека, также на патогены, которые находятся у нас в разделе антипаразитарные программы и подразделы, да, болезни, вызванные вирусами, болезни, вызванные бактериями, болезни, вызванные простейшими, болезни, вызванные гельминтами, болезни, вызванные грибками, да. Соответственно, на любой фактически патоген мы можем найти ответ в частотной базе прибора SmartLine. Как пользоваться прибором? Все очень просто. Мы знаем, что нам нужно конкретно лечить. Например, у нас вот есть такое заболевание, например, конъюнктивит. И вот мы заходим в меню пользователя, видно вам или нет. Немножко солнечно, сегодня такой хороший день. Мы заходим в антипаразитарные программы. Заходим, вот у нас тут нам показывают по алфавиту. Мы выбираем болезни, вызванные бактериями. И вот у нас также в алфавитном порядке находятся возбудители. И мы можем найти анаплазмовый маргинализ, анаплазмоз, но я не буду все зачитывать, бациллиус, бета-стрептококк, бледная трепанома, трепанема. Ну и также болезнь лайма и так далее. И все здесь можно найти, что нам нужно. Мы выбираем нужную нам программу. Борелиоз. Также есть вот, например, болелиоз, болелиоз вторичный, болелиоз третичный. Что это, о чем это? Это как раз о том, что если уже лечили, недолечили, бывает такое, какие-то клинические симптомы того или иного заболевания уже проходят. И у нас уже имеются как бы вторичные симптомы, да. Уже как бы главный симптом, вроде бы его нет, его уже подавили антибиотиком, а вторичные еще есть. Вот у нас программа вторичные. Вот также есть там и на кандиду, например, кандида вторичная, кандида третичная. Очень это часто используется, потому что что мы имеем, вот если кандидоз, да, его лечили, 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 в какой-то момент мы уже видим, что ага, уже много воздействия было, уже как бы главные симптомы подавлены. Ну, например, какие там главные симптомы, там, выделения, там, такие белые, творожные, да, там и так далее, уже подавлены. Но вторичные симптомы, третичные симптомы, намного как бы уже, которые саму картину делают не такой четкой, да, уже непонятно, кандида это или не кандида, может, это что-то другое, вот. И как бы уже нужно дополнительное обследование, уже нужно еще что-то вот так вот, такими вот путями. Почему? Потому что это инфекция, которая была главная, ее лечили. Ну, я не знаю, через резистентность или через какие-то другие, другие факторы, да, ну, мы их так одним словом сегодня называем. Вот, например, сам организм не воспринимал этого лечения, ну, не действовали на этот организм эти антибиотики или это лечение вообще. Соответственно, таким образом дали возможность залечить только верхний слой, а нижний слой так и остался. Вот для этого есть программы вторичные, третичные и так далее. Вот, соответственно, мы можем выбрать нужную нам программу, поставить ее и чувствовать всегда себя здоровым, счастливым. Прибор ушел в сон, потому что если он не используется, он автоматически засыпает, экономит энергию. Очень умное устройство, которое помогает нам всегда чувствовать себя хорошо, активно, потому что есть программы также для поднятия активности, для улучшения своего общего состояния, здоровья и так далее, да. Если интересно более детально разобраться с прибором Smart Life, вы можете заходить к нам на сайт smartdesystem.com. У нас есть очень много видеоотзывов, есть очень много лекций, есть выступления врачей. Все это можно посмотреть у нас на сайте и на нашем YouTube-канале. Мы приглашаем вас в мир здоровья и долголетия с умными технологиями Smart Life, которые помогут вам всегда оставаться молодыми и здоровыми. С вами была Олеся Халецкая. Всего вам хорошего. До новых встреч и до связи.